Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы поговорим о целесообразности обработки пожневных остатков с целью снижения патогенной микрофоры и усиления деструкции этих пожневных остатков. Наша компания создана в 2004 году. Она занимается производством микробиологических препаратов для сельского хозяйства, это и растеневодство, и животноводство. В основе препаратов это полезные микроорганизмы, живые грибы, бактерии. На презентации вы видите примерно наше оборудование, наше производство для понимания. Что касается растеневодства, то мы производим следующие препараты. Заранее хочу сказать, что все препараты зарегистрированы. Незарегистрированных препаратов у нас нет. И мы, так сказать, их никогда не использовали. Значит, это препараты ГЕСТИМ, это деструктор стерни с фунгицидными свойствами. Препарат БИФТИМ, это биофунгицид. Препарат БСК-3, это микробиологическое одобрение с фунгицидными свойствами. Он состоит из трех штаммов. ГЕСТИМ, это препарат СИТИМ. И препараты ГЕСТИМ-ФИТ-Марки А, Б они как бы разделены по назначению. То есть препарат ГЕСТИМ-ФИТ-Марки А на семена, Б это также для деструкции, для снижения патогена микрофлоры. ГЕСТИМ-ФИТ-Г это для обработки семян бобовых культур. Гестимфит-Е – это для обработки семян подсолнечника. Гестимфит-Ж – это микробиологическое удобрение со стимулирующими свойствами, обеспечивает свободный продукт в России, азота, фосфора, калия. Преимущества биопрепаратов я, наверное, не буду, все знают. Следующий момент – это для чего мы проводим обработку поздневных остатков. Обработку поздневных остатков мы проводим в первую очередь для снижения патогенной микрофлоры и усиления деструкции этих поздневных остатков. Патогенная микрофлора – это, как правило, микроорганизмы, которые вызывают, в первую очередь, корневые различные листовые болезни. То есть эта обработка направлена на то, чтобы снизить, в первую очередь, численность патогенов в почве. Хочу сразу сказать, что этот процесс не быстрый, и заодно обработку мы, конечно, не выровняем, скажем так, баланс, микробиологический баланс в почве. Для обработки мы, как минимум, затрудним развитие патогенной микрофлоры. Значит, какой порядок применения? Ну, в первую очередь, необходимо сделать микрологический анализ почвы для того, чтобы посмотреть, а что там в почве есть? Какие там патогенные микроорганизмы, какие супрессивные микроорганизмы, чтобы, ну, в первую очередь, определить, а надо ли делать эту вообще обработку. То есть, может быть, предприятие четко выполняет ворот, вносит органические удобрения. То есть, и там в почве существует баланс между патогенкой и супрессивными микроорганизмами, и, может быть, этой обработки делать не надо. Ну, как практика показывает, ну, скажем так, там, как минимум, 90% случаев у нас нету тех супрессивных видов микроорганизмов почвы, которые бы боролись вот с патогенной микрофлорой. Поэтому мы и вносим наши препараты вот для этих целей. Значит, порядок применения препаратов, это вносятся они в вечернее ночное время. Это обязательное условие, независимо от того, жарко, там, многие говорят, что там вот такая жара, мы внесем, она все погибнет и так далее. Препараты мицелиальные, споровые, то есть, там есть и милицелий, и споровые. То есть, если мы не заделаем эти пожненные остатки, то мицелий, как минимум, он просто высохнет, даже мы не будем говорить о том, что там ультрафиолетовые лучи и так далее. А спора будет лежать на поверхности почвы, то есть, у нее не будет, будет ждать приемлемых условий для прорастания и потом работы. Поэтому вот этот фактор, применение в вечернее ночное время и к утру надо залучить, задисковать, обязательный фактор. Главное, чтобы обработка почвы была, там, дискование до 10 сантиметров, там, 7-10 сантиметров, чтобы хорошо заделать препарат. Вообще, эта обработка, кроме снижения патогена микрофлоры, у нее, так сказать, много факторов или еще много плюсов, кроме этого. То есть, это и улучшение, то есть, повышение плодородия почвы, улучшение водопроницаемости, то есть, как бы, структура почвы улучшается. Но, еще раз повторяю, это не за одну обработку, это должно быть системное променение этих препаратов. Системное променение. То есть, ну, у нас есть хозяйство, которое работает по 10 и более лет, и даже в условиях этого года, когда у нас, ну, в общем-то, обильные осадки в большинстве своем, в этом году, так сказать, нас, ну, много их было. То есть, это говорит о целесообразности внесения препаратов для снижения патогена микрофлоры. То есть, мы препараты применяем такие. Это препарат Гейстим, он на основе триходерма Вириды состоит, этот препарат. Плюс, мы рекомендуем сюда литр гумата, плюс 10 килограмм азота. То ли аммиачные селитры, то ли карбамид, то ли каст. То есть, вот в состав этой обработки. Значит, гумат и азот нужны для питания микроорганизмов, которые мы вносим. То есть, они могут взять это питание, ну, питаясь, они сапрофиты питаются, питаются отмерщими растительными остатками. Ну, в частности, той же соломой. То есть, они могут оттуда взять все и микроэлементы, и азот, фосфор, калий, им тоже это надо. Но нам это не надо. То есть, нам лучше это дать в растворе для лучшего их развития. Ну, естественно, стоимость этих препаратов, это, как бы, гейстим, он стоит 395 рублей литр. Вот, гумат калия 96. Ну, аммиачная селитра, она, может быть, как бы, разная цена. Здесь у нас стоит 24 рубля. То есть, ну, сезон она 731 рубль на гектар. Если сравнивать просто с обработкой или внесением аммиачной селитры по пожневным остаткам, как правило, ну, многие хозяйства еще эту операцию делают. И, как бы, направленно она, как они выражаются, для разложения пожневных остатков. Ну, как вы понимаете, что не сам азот разлагает пожневные остатки, не селитра. Она также является питанием для всех микроорганизмов, которые есть в почве. И патогенные, и супрессивные. То есть, в данном случае мы кормим, так сказать, все микроорганизмы, в отличие от той схемы, которую мы предлагаем. То есть, когда мы вносим наш препарат, то мы, ну, как минимум, еще раз повторюсь, мы уже задерживаем развитие патогенной микрофлоры. То есть, это основная задача. Тот же фузариоз или фузариум, он является факультативным. То есть, находясь на пожневных остатках, он проходит здесь свое развитие. Он также способствует разложению, то есть, питаясь ними, способствует разложению этих остатков. Но на живых растениях он наносит, нам, так сказать, вызывает различные болезни на живых растениях. То есть, он факультативен. В отличие от, в данном случае, триходермы, она сопротов. То есть, вот эти вот моменты, но они очень важны при применении биопрепаратов. То есть, четкое соблюдение вот этих рекомендаций. Следующий препарат, который также у нас есть, это Геистимфит марки Б. То есть, здесь не одна триходерма. Они являются и фунгицидные, то есть, проявляют и фунгицидные свойства, и деструктивные. Как правило, мы рекомендуем их променять этот препарат там, когда пожневных остатков больше. То есть, мы в данном случае, как бы, усиливаем разложение. Остальное, так же гумат, так же азот, все в тех же, так сказать, в тех же объемах, в тех же дозах променяется. То есть, это вот вообще цель променения вот биопрепаратов в данном случае. И на протяжении, так сказать, многих лет и даже уже больше десятка лет мы на рынке с 2014 года, то есть, мы 19 лет на рынке. У нас большой опыт променения этих препаратов. Ну, в том числе, я уже говорил, и хозяйство. Некоторое хозяйство уже по 14 лет променяют. То есть, когда-то в свое время им рекомендовали вообще, ну, как бы, снизить, по крайней мере, колоссовые, чтобы уйти от корневых гнилей. То есть, они были очень сильно, так сказать, развитые в этих хозяйствах и, в общем-то, съедали урожай. Вот с тех пор эти хозяйства работают, так сказать, по такой схеме нашими препаратами, получают великолепные урожаи. И, в общем-то, они даже не задумываются. То есть, это уже в системе у них. Как бы, применяют и в дальнейшем применение наших препаратов по, уже, по вегетации, они также способствуют лучшей эффективности, когда мы вот начинаем. То есть, вот основа применения этих препаратов. Для хозяйства, когда мы вносим препараты, да, и многие говорят, откуда мы знаем, что вы вносите? Водичкой полили, типа, и, как бы, этот самый. Поэтому, я еще раз повторяю про экологический анализ почвы. Как правило, мы делаем ее до обработки. То есть, делаем это, то есть, это, ну, с площади не более 100 гектар. По диагонали, методом конверта мы отбираем почвенные образцы. Это будет 15 на 15 на 15. То есть, такой квадрат, 15 ширина, длина и глубина, да, вот такой. Мы делим там с одной диагонали, там, 5-7. Потом это все, так сказать, делаем единый образец в пределах килограмма. Делается это в перчатках. И отправляется в лабораторию для определения. Потом мы вносим этот препарат. И после внесения также отбираем образец для того, чтобы посмотреть и показать, так сказать, производственникам, а что мы внесли и насколько это меняется. То есть, это чисто количественный анализ. Мы даже не говорим о том, что, потому что это, ну, происходит практически одномоментно. То есть, там, по фузариозу, снижению численности и так далее. Это уже в дальнейшем, там, так сказать, этот фактор, вот, более будет объективен. Вот, поэтому, ну, вот, на примере, допустим, это, начиная вот с прошлого года, геостим, допустим, внесли геостим, да, вот здесь триходермы, видите, 13,9, на контроле 5. Грубо говоря, ну, будем говорить, численность микроскопических грибов, вот, это количество пропагол в одном грамме сухой. Что есть, как бы, это вот дальше следующий, следующий момент. Я там буду здесь говорить о чистой геостиме. Мы тут, есть у нас сухая триходерма, мы так называем. Сейчас она находится у нас на регистрации. И мы проводили опыты в разных хозяйствах, сравнивая со стандартом. Ну, то есть, ну, с другим препаратом, чтобы посмотреть эффективность этой проекты. Ну, в данном случае это тоже здесь есть. Следующий отбор вот произошел. Значит, геостим, где внесли 9,5 на контроле, вот, на первом, 1,2 триходермы. Это уже, как бы, ну, грубо говоря, каждый месяц мы брали этот микроанализм, чтобы отследить, что там делается. Следующий отбор, вот, геостим 9,7 на контроле 8,5. Следующий отбор, 18,5 геостим на контроле 9,5. То есть, по количеству видно превышение, так сказать, видно, что мы, ну, внесли препарат, и, как бы, в данном случае эти штаммы есть почвы. Ну, и следующий, это, вот, 23 в контроле 12,8. То есть, это разные сроки, разные, они там, вот, летний период, потом осень. И, естественно, что численность микроорганизмов, они будут меняться. То есть, на живых растениях во время вегетации, после уборки уже, когда не вегетирующие растения, численность микроорганизмов, она, само собой, уменьшается. Вот. Но, в любом случае, мы здесь видим, вот, геостим 23 при следующем взятии пробы, а на контроле 12,8. И вот последнее, я могу сказать, это в июне, вот, этого года было, я это четко помню, геостим, видите, 11,1, а контроле 1,2. То есть, это, ну, вот, четко видно, так сказать, действие препарата. Ну, и в данном случае, хочу даже здесь, можно и по фузариозу уже сказать, геостим 19,7, вот, фузариоза, а в контроле 29,1. То есть, здесь идет уже, ну, эффективность постижения, в данном случае, фузариоза в почве. И таких у нас, в общем-то, примеров по многим хозяйствам, где мы проводим такой анализ, ну, в первую очередь, для того, чтобы хозяйство видели эффективность его полезности, полезности этого мероприятия. То есть, ну, вот, наверное, это основное, что я хотел сказать, вот, для чего проводится эта операция, вот, обработка пожневных остатков, и какова польза, эффективность. Сама триходерма, ну, еще раз повторяю, что вносится только потому, что ее там, как правило, нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!